Из руин и пепла восстанавливался разрушенный во время войны Свято-Никольский гарнизонный собор в мемориальном комплексе Брестская крепость. Этот храм в цитадели сегодня радует прихожан и туристов оригинальностью архитектуры, но его стены до сих пор помнят войну. На них все еще видны следы от пуль и снарядов. В дореволюционное время собор посещали российские императоры, включая страстотерпца Николая II. Подробнее о святыне расскажут наши коллеги из белорусского города Бреста. Гарнизонный собор в честь святителя Николая находится на территории мемориала Брестская крепость и расположен в удаленном месте от жилых районов города. Здесь немного постоянных прихожан, однако храм часто посещают туристы и почетные гости. В дореволюционное время в соборе бывали российские императоры, в том числе и страстотерпец Николай II. Здесь когда-то был город Брест на месте, Брестской крепости. И вот такая была стратегия в то время. В Европе и русский церковь захотел на стыке реки Бух и Муховец построить крепость. Поэтому город снесли и построили крепость. Оказалось, что в крепости казармы есть солдат много, а где молиться нет. И был в 1851 году указ императора Александра III о постройке здесь храма. Из-за несоответствия планировки здания стратегическим целям комплекса цитадели, церковь несколько раз перестраивалась, пока не приобрела нынешнюю форму. В начале XX века Николаевский гарнизонный собор стал главным воинским храмом западного приграничного округа. Менялись времена и власти, и собор много раз менял свою функцию. Когда Брест входил в состав Польши, храм был до неузнаваемости перестроен в римокатолическую базилику. В советское время его переоборудовали в гарнизонный клуб. В ходе боев в июне 1941-го здание стало важным пунктом обороны, так как расположено на самом высоком месте острова, откуда хорошо просматривается вся территория цитадели. Храм был изуродован пулями, осколками гранат и снарядов, но, несмотря ни на что, уцелел. В 90-е годы собор был возвращен православной церкви в удручающем состоянии. Начались работы по его реставрации. Уже осенью 1995-го года здесь стали совершаться первые богослужения. Верхний престол храма осветил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В алтаре храма имеется икона святителя Николая с частицей мощей, подаренная президентом Александром Лукашенко. Внизу образа видна дарственная надпись. Икону выносят на поклонение в престольный праздник. В дар для звонницы гарнизонного собора были переданы 7 колоколов от правительства Украины с надписью «В память защитников Отечества» Леонид Кучма. Чуть позже звонницу украсил бронзовый колокол весом в одну тонну, подаренный церкви Белорусской железной дорогой. Это один из крупнейших колоколов, отлитых за последние 100 лет в Белоруссии. У нас все присяги военных принимаются на площадь церемнялов крепости. Это распоряжение губернатора. Поэтому они приходят сюда, к нам, на территорию храма. И здесь все это, конечно, проходит с участием клириков нашего храма. На священной земле Брестской крепости, где сегодня вы присягаете на верность Отечеству, слова о защите Родины приобретают особый смысл. И здесь, в цитадели 72 года назад, бойцы Брестка гарнизона показали всему миру, что они готовы к самой собственной жизни поставить каждый клочок родной земли.